Ретроградный Юпитер. Поговорим о нем. И хоть действие ретро-Юпитера считается не особо влияющим в индивидуальном плане, но игнорировать его не стоит. Юпитер акцентирует духовные и философские темы. Это хороший период для изучения философии, проведения исторических исследований и так далее. Время данное подходит для возобновления социальных и бизнес-проектов, связанных с темами Юпитера, а это высшее образование, юридические вопросы, благотворительность, международные связи, исследования, религия и философия в целом. На личном уровне время, подходящее для возобновления того, что было отложено или не завершено, быть может, возобновить начатое прежде изучение какого-то иностранного языка, отправиться в небольшую поездку, которую вы отложили в прошлом, восстановить давно потерянную дружбу или прошлые любовные отношения. Это отличное время, чтобы поднять духовные вопросы и уничтожить приоритеты в жизни. Ретроградный Юпитер подходит для восстановления прав на собственность. Как вы уже все поняли, Юпитер довольно духовная планета, и период его ретроградности не подходит для начала деятельности, имеющей ярко выраженные материальные цели. Но если же начинать какие-то проекты с благотворительностью или добрыми делами, это все только пойдет на пользу. В этот период мы ищем идеальности, стремимся к ней, а еще глубоко погружаемся в мудрость и ударяемся в поиск смысла жизни. Делая вывод, можно сказать, что Юпитер не такой уж и плохой. Ретроградность дает возможность подумать о чем-то философском, погрузиться в духовность, благотворительность и добрые дела. Напомню, Юпитер – это пятая от Солнца планета. В 130 раз больше. Поверхность – жидкая или газообразная с твердым ядром. Это все предположительно. В атмосфере – слои облаков. Тонкое кольцо из пыли у него и 28 спутников.